Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Тата и Валера Блеминкранс вернулись на телепроект вместе с малышкой Беатрис. Для них уже приготовлен отдельный дом. Ребята уверены, что жизнь под прицелом камер пойдет на пользу их семье. Марину Тристановну они пока с собой не взяли. Никита Кузнецов и Дарина Маркина ушли с проекта. Пост об уходе опубликовал сам Никита, правда через несколько секунд он убрал его. Также ребята убрали проектные контакты для связи с рекламодателями. В сети ходят слухи о прошлом Натальи Графовой. На недавнем голосовании девушку чуть не выгнали, но Андрей Черкасов оставил ее, так как она нуждается в помощи и поддержке проекта из-за недавней утраты смерти детей. Хорошо знающие Татьяну люди рассказали, что у девушки была замершая беременность на маленьком сроке. Она никогда не жила за границей. Она воровала одежду в Меге, ходила везде с магнитом и даже не скрывала этого. Андрей Денисов уверяет, что у него к Маше как но очень сильная симпатия, но Маша ему не верит. Он очень расстраивается, что люди считают его несерьезным. На самом деле у Андрея уже были серьезные отношения целых три месяца в 18 лет. Рома Капакло не хотел бы видеть в числе подруг Марины Африкантовой Машу Кахно. Ему достается очень мало внимания из-за того, что Марина постоянно с Машей. Он считает, что их общение нужно ограничить. Марина рассказала о том, как сложно ей жилось на Сейшелах. Площадка такая маленькая, что скрыться от посторонних глаз не получается. Океан очень мелкий и, чтобы искупаться, приходится отходить далеко от берега. Также на Сейшелах непростой климат, который накладывает негативный отпечаток на здоровье. Сергей Кучеров подарил Юлии Ефременковой шубу. Он пытается вернуть отношения, но Юля прощать его пока не собирается. Наталья Исеева, которая приходила к Диме Талыбову и через неделю покинула Дом-2, принимает участие в кастинге в группу Серебро. Саша Черно и Иосиф Аганесян после примирения заговорили о свадьбе. Они многое поменяли, у них нет секретов и даже их телефоны теперь в свободном доступе друг у друга. После расставания с Костей Ивановым, Саша Гозия свернулась в родной Балтийск, где неплохо проводит время в компании подруг. С подписчиками она делится видео из баров и недавно написала такой пост «Я ничего не помню, но телефон в помощь. Мы умеем отдыхать». Видимо, теперь, когда на отношениях с Костей поставлен крест, она не видит смысла отказываться от своих пагубных привычек. Саша Артемова рассказала, какой будет их свадьба с Женей Кузиным. «Мы дотянули до последнего», – пишет она. «У нас будет ведущий, которого все безумно любят и ненавидят одновременно». Из участников «Дома-2» будут Черкасов, Романец, Гусев и Вика Берникова. Даша Пынцирь впервые снялась в кино. Премьера комедии про свадьбы «Счастье, здоровье» назначена на 1 февраля. Даша советует всем, кто мечтает начать актерскую карьеру, но у кого нет соответствующего образования, не бояться ходить на кастинги и писать письма режиссерам. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.